Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очень интересная и обширная тема, которая интересует многих заточников, а также новичков этой темы, какие абразивные камни выбрать. Сегодня я вам расскажу про основные абразивные камни, представленные у нас в продаже. И начнем тему мы с камней карбидокремния. У нас их несколько видов. Камни смарт, они у нас представлены целым сетом, то есть там большое количество по гридности. Какую гридность выбрать, это тоже отдельная тема. Если вам необходимо делать ремонт или же обдирку ножа, начинайте с самого грубого. К примеру, по системе FEPA чем меньше цифра, тем выше абразивные свойства. Камни смарт это бюджетная серия камней. И для обычной заточки их вполне достаточно при наличии необходимого абразивного сета. Связка у камней довольно-таки мягкая и вырабатывается довольно-таки быстро. Также хочу сказать то, что камни смарт они идут без бланка. И для того, чтобы удобно было зажать в точилку, если вам необходимо, то можно приобрести алюминиевый бланк с клейкой основы, который также представлен у нас в продаже. У камней профиль связка будет потверже, эти камни будут более долговечные, чем камни смарт. И результат работы у них получше. У камней Барайт серии CSHD используются компоненты высшего класса. Связка среди всех представленных камней у них самая твердая. По долговечности эти камни будут самые лучшие и результат работы соответственно наилучший. Как я уже и говорил, камни карбидокремния нуждаются в замачивании. Мы их погружаем в воду примерно на 2-3 минуты, пока они не перестанут ее впитывать. И после этого можно приступать к работе. Также время работы камень может подсыхать, и как только вы это заметили, необходимо добавить на него немножко воды из того же самого пульверизатора. Камни карбидокремния работают по большинству известных столей, вплоть до 65 единиц порок его. Да, они работают при помощи своей суспензии, но за счет этого они работают очень быстро. После заточки камня из карбидокремния рекомендуется промыть под проточной водой и оставить сушиться при комнатной температуре. Ни в коем случае не сушите их на батарее, от этого они потрескаются. Также для сушки отлично подойдут боксы с вентиляционными отверстиями. Все синтетические камни требуют подготовки к работе, и для этого используются порошки карбидокремния разной зернистости и каленое стекло. Если это синтетика, камни у нас запекаются в печи, и у них образуется некая курочка. И для того, чтобы зерна вскрылись, их необходимо подготовить. Порошок должен быть в два раза крупнее зернистости самого камня. В случае с алмазными камнями порошок должен равняться зернистости камня. Исключение составляют камни с галиническим алмазным напылением. Тут все просто. Если вы его сотрете, камни перестанут работать, и их можно будет выкинуть. Но к ним мы еще вернемся. Но если вы камнем работали достаточно долгое время, у него может образоваться седло, то есть выработка посередине камня. Для того, чтобы от нее избавиться, необходимо карандашом нанести сетку на сам камень, насыпать порошок арбитокремния, добавить в воду и, соответственно, хаотичными движениями добиваться, чтобы карандаш полностью стерся. Качество заточки напрямую зависит от того, насколько ровная поверхность камня. Также еще есть другой случай, когда необходимо взбодрить камни. Это нужно в те моменты, когда у нас камни достаточно долгое время работали и забились шламом. И, соответственно, потеряли свою эффективность. В этом случае мы сдираем верхний слой и обновляем зерно. Перейдем к камням из оксида алюминия. Начнем с камней профиль. Они работают с водой за счет своей связки и довольно-таки мягкие. Также у нас представлена серия Т2, которая работает с маслом. По своей связке они будут самые твердые и долговечные. И также еще есть серия PC, которая расшифровывается как Polisher Choice. И она немножко мягче, чем серия Т2 будет. Будет быстрее работать и отлично подойдет для финиширования ваших ножей. Все эти камни будут работать по сталям до 62 единиц порог его. Кроме серии PC. Эти камни немножко помягче, работают быстрее и работать будут даже по сталям немножко тверже, вплоть до 64 единиц. Для камней, работающих с маслом, мы предлагаем различные жидкости. К примеру, это фирменная жидкость от Barite, это Barilub 10. Она лучше всего подходит для камней, которые не были пропитаны другими маслами. Поэтому, если вы переходите с другого масла на Barilub, то рекомендуется очистить камень, к примеру, при помощи мыльного раствора. Второй вариант, это фирменное органическое масло от TSPROF на основе алииновой кислоты. И жидкость для чистки абразивов. Масло наносится очень просто. Добавляем пару капель на сам камень, растираем пальцем по всему камню. И после этого уже можно приступать к работе. Покупая сет абразивных камней, пускай это будет 5 или 6 камней, в нем всегда присутствуют обдирочные камни. Это обычно либо 120-й, 150-й, либо 220-й камень. И они вырабатываются у нас быстрее всего. И для этого у нас продаются камни увеличенной толщины. Камни Barite CSHD есть 120-й, есть 220-й и также есть Barite серии T2, как 120-й, так и 220-й. Увеличенные толщины камня маркируются у нас на сайте как 1,2. Толщина камня составляет 15,5 мм или 1,2 дюйма. Отсюда его маркировка. И его ресурс заметно выше стандартных 9-мм абразивов. Еще одни очень интересные камни это Naniwa Chizero Professional. Считается, что это самая лучшая синтетика, которая у нас есть на рынке. Камни японские, сделанные они из оксида алюминия. За счет своей магнезиальной связки они не нуждаются в замачивании. Перед работой их необходимо смочить слегка водой и сразу приступать к работе. Масла они никакого не требуют. Работают только с водой. Результат работы у них будет самый лучший. Чистое зеркало и эти камни отлично подходят для углеродистых столей. У камней профиль карбиды кремния, барайдов серии CSHD, а также Т2 существуют узкие версии камней. Они предназначены для заточки ножей с так называемой рекурвой, вогнутой частью ножа, которую не всегда удается проточить обычными камнями стандартной ширины. Ну и конечно же всеми любимые алмазные камни. Существует несколько видов алмазных абразивов. Различаются они прежде всего методами изготовления. Наиболее распространены на сегодня это алмазные пластины с глиническим напылением и алмазные бруски с органической связкой. Фирменные алмазные пластины DS-PROF представлены в пяти зернистых от обдирочного до финишного. Такие пластины входят в наборы наших заточных систем и отлично подойдут начинающему заточнику. Они не требуют замачивания, использования масла, вскрытия или выравнивания. Работают они очень быстро. Срок службы этих абразивов несколько меньше, чем у других абразивов, но это с лихвой компенсируется их невысокой стоимостью. По похожей технологии изготавливаются алмазные пластины с трехслойным напылением. Из названия сразу понятно в чем особенность этих пластин. Вместо одного тут сразу три алмазных слоя, что существенно продлевает срок их службы. Второй самый распространенный вид это алмазные бруски на органической связке. У нас они представлены производством Веневского алмазного завода. Они в двух размерах 200 и 150. Ну и у многих пользователей есть заблуждение, что купив алмазные камни, никакие другие вам больше не потребуются. Но это не совсем так, потому что алмазными камнями не рекомендуется работать ниже 58 единиц по Роквилу. По одной простой причине. За счет своей вязкости стали будет выдирать алмазные камни из связки и камень будет лысеть. Тем самым он просто перестанет работать. Вы испортите камни. И поэтому для ножей со сталью ниже 60 единиц по Роквилу я бы рекомендовал использовать синтетику. Ну а также у Веневских камней имеется разная связка. Либо же это будет обычная органическая, либо ОСБ-связка. Тут отличается и работа. Обычная органическая можно работать как на сухую, а потом чистить под водой с мыльным раствором, либо же сразу же работать с водой или мыльным раствором в избежании засаливания камней. Камни с ОСБ-связкой, она обычно либо желтая, либо красная, добавляют краситель. Работает лучше всего с маслом. Эта связка мягче, чем органическая, и результат работы у нее приятнее. Работает чище и быстрее. Говоря о зернистости камней, многие пользователи начинают путаться из-за того, что существует несколько систем. Это у нас система ФЕПА, это у нас система ДжИС, ну а также измерения в микронах. Камни в каждой системе маркируются по-своему. Российская система ГОС содержит обозначение минимального и максимального размера абразивных частиц. Например, 160 на 125. Означает, что размер искусственных алмазов в этом камне колеблется от 160 до 125 микрон. В системах ФЕПА и ДжИС цифра означает относительную абразивность, выраженную в гритах. Причем абразивность по ФЕПА и ДжИС не равны друг другу. Обе системы существуют очень продолжительное время. И исторически сложилось так, что европейские производители в большинстве своем маркируют абразивные камни по системе ФЕПА-Ф, а производители азиатских стран по системе ДжИС. Понять примерное соотношение абразивов из разных систем поможет таблица, которую вы найдете в описании к этому видео. И перейдем к теме полировки и тонкой доводки, которая многих интересует. Что же выбрать? Есть Arkansas Hard, Black и Translucent. Камни не имеют постоянной зернистости за счет своей природной шероховатостью, но за счет порошков карабидокремния им можно придать различную кредитность от двух до пяти тысяч. Ими лучше всего работать. С маслом для заточки и также для ускорения процесса можно использовать пасты Luxor. Пасты Luxor изготовлены из микро порошка оксида алюминия и дают отличный результат вместе с природными камнями Arkansas. Алмазные пасты у нас существует трех видов 7532 и 110. Также у многих есть заблуждение, что переходя с камня 32 уже незачем брать пасту 75, но это не совсем так, потому что паста 75 работает гораздо тоньше, чем алмазный камень 32 за счет того, что в пасте опять же используется микро порошок и работает он гораздо тоньше. Под каждую пасту используется дубовый бланк и нанеся алмазную пасту ее уже не убрать с этого бланка. Соответственно, желательно иметь несколько дубовых бланков под каждую пасту отдельный и, как я это сделал, просто сзади маркером подписать, то есть какой бланк под какую пасту. Алмазными пастами можно работать под тем же самым углом, под которым вы и финишировали ваш нож, тем самым сделав его чистым, зеркальным и еще острее. Если мы работаем пастами Дюалюкс, можно придать зеркальный блеск, но только поверхностный. Ни в коем случае мы не работаем под тем же самым углом, под которым мы затачивали, потому что высока вероятность, что вы просто завалите режущую кромку и испортите всю свою предыдущую заточку. Для работы с пастами Дюалюкс используется кожаный бланк. Пасты Дюалюкс отличаются по цвету и, естественно, по своей шероховатости. Серая самая грубая, зеленая у нас предфинишная и белая финишная. Зеленая считается более универсальной. Пойдем, к примеру, белую пасту Дюалюкс. Паста наносится очень легко, без давления и какого-либо размачивания. Просто берете и наносите на кожаный бланк. Пару раз провести этого достаточно. Вы можете визуально пасту не видеть, но на самом деле в Урсе она остается и будет работать. Ну и когда мы работаем кожаным бланком с пастами Дюалюкс, необходимо поднимать угол заточки на 0,3 градуса, как я уже говорил ранее, для того, чтобы не завалить режущую кромку. Ну и чтобы как-то подытожить, универсальных абразивных камней не существует. Выбирая абразивные камни, ориентируйтесь на то, какие у вас стали на ваших ножах, как часто вы будете точить, ну и конечно же, как будете финишировать и какое качество заточки вам необходимо. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте сделать репост.